Да, у вас час пішов, и він невблаганний. Три часа на три примерно, как она предупредила. Напомню зрителям о том, что суд сегодняшний происходил по причине того, что Тимошенко подала просьбу с начала комиссии в Качановской колонии о том, чтобы перевести ее на смягченный, более смягченный режим. Смягченный режим отличается после отбытия третьего срока наказания, как это звучит в уголовном исправительном кодексе. Она бы имела право тогда покидать ради обучения или ради личной встречи покидать территорию заключения, где она находится. Но комиссия ей отказала. Это произошло в январе 17 числа. Адвокаты сказали, что решение неправомерное, и вот подали в суд. Суд сегодня еще не вынес решение, но, судя по всему, как все происходит, решение комиссии поддержала и прокуратура. Скорее всего, будет отказано почти на 99%, что будет отказано в этом решении. Сурабецк, а что вы видели сегодня саму Тимошенко в судовом зале? Как она выглядит? Как она держится? Нет, нет, простите, что я вам не упомянул. Тимошенко отправил в суд просьбу рассматривать дело без нее. И суд это прошение удовлетворил и рассматривал сегодня без нее, без ее участия. Дякую. Сердечно, Зураби. Как будет решение суду, прошу. Единственное вопрос, если можно. Зураби, мы сегодня говорим, что перед этим у нас было включение главного редактора «Комерсанта» Валерия Кавниша, где, власне, мы говорили про, возможно, эту встречу Андрея Клюева и Тимошенко. Может, даже двое такие были встречи. Про это говорят что-то в Харкове. Есть, например, реакция начальника Качаневской правной колонии Игоря Колпашчикова, «Интерфакс Украины» его цитует, что про такую встречу ему ничего не известно. Да. Я слышал весь эфир, разумеется, слежу за этими событиями и гадать тоже не стану. Однако вот что. Пошло все дело, так скажем, с госпожей Муланд. Пусть даже там весь госсекретарь, секретарь США в это вмешается и все ЦРУ в это вмешается. Однако здесь у нас есть агенты покруче, чем все ЦРУ вместе взятые. Если вы знаете, под больничкой, это будет тег местный журналистский, дежурит постоянно. На постоянной основе не только журналисты, но и бабушки, которые, ну, прихильницы, так скажем, да, вот фанаты Билта, они никогда оттуда не выберут. И в случае малейшего, малейшего шума, заезда какой-то либо машины, тем более нескольких машин или такой заметной, как Клюевский, они немедленно поднимают шум и галост. То есть они напрямую звонят журналистам и требуют немедленно прибыть, потому что вот здесь что-то происходит. Я ставлю под огромное сомнение, что кто бы то ни было напрямую может общаться с госпожей Тимошенко в ее палате, как написала Ноланд, без ведома больничного персонала, в частности вот этих бабушек, а, соответственно, и ведома журналистов. Ни малейшего волнения в эти дни здесь не происходило. Я допускаю, что Ноланд имел в виду, он напрямую общается с ней в ее палате с последствием ее телефона, наверное. Но то, что он сюда не приезжал, я готов почти гарантировать. Это ценно, очень уважение. То есть такие бабушки ФМ имени ЮВТ выявляют, что не было встречи в Тимошенко. Я верю больше. Дякую Мазурабе. Як будет информация зі суду, дай нам знать, будь ласка.